добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы и сейчас наша недельная глава сегодняшняя которая называется и троп очень важная глава здесь мы получаем 10 заповедей на горе сенай в общем у нас полностью прошла вся подготовка мы уже готовы всесильный сказал чтобы мы на гору не прорывались потому что который будет прорваться на гору чтобы увидеть всесильного он будет убит будет камнями побед будет то есть или животное или человек поэтому машин нас четко предупредил всевышний тоже еще раз машина поминает об этом маша говорит и нас предупредил мы все выполняем что началось значит утром с 5 на 6 сивана всевышний нас разбудил мы проспали так готовились что проспали и был сильный звук шафара звук шафара становился сильнее и сильнее это было вообще необычно обычно если человек трубит шафар то постепенно дыхание его слабеет и звук слабеет а здесь нет все сильнее и сильнее чудо было невероятное остановилась вся вселенная наступила полная тишина то есть всевышний всех оживил кто был больной стал здоровый все стояли кто был хромой перестал хромать все никаких инвалидов никаких глухих слепых никого не осталось все были полностью здоровы всевышний сразу всех вылечил и во всем мире вода вся остановилась вся вода показывала тишину тишь была полная и от этого звука шафара даже лани выбрасывали они обычно сами рожать не могут детенышей лани то есть для того чтобы лани родила она должна найти змею чтобы она его укусила в то место где рожает и тогда вместо это расширяется рожает а тут такое чудо было что они начали выбрасывать лани и всесильные нам объявил 10 речений что называется 10 заповедей и сказал всесильный я бог всесильный ваш который вывел из страны египетской из дома рабства ну можем сказать почему не сказал что что он создал небо и землю мы бы сказали это небо это огромная земля большая нам это непонятно а когда он нам говорит что вы были рабами я вас вытащил теперь у свободные люди то теперь естественно мы это понимаем и мы должны ему служить понять что это заповедь повелительная так вроде не скажешь что что-то делай или запрет тоже искать что это какой-то запрет то это как какой-то союз договор можно сказать с нами потому что заповеди делятся на два вида одни называются запреты их у нас 365 и повеление 248 и сказать что это заповедь относится к этим не скажешь это как бы отдельное речение получается вот так вот вторая заповедь да не будет у тебя других богов кроме меня не делая себе из вояния и всякого изображения того что на небе наверху и того что на земле внизу и того что в воде ниже земли не поклоняйся им и не служи им ибо я бог всесильный твой бог ревнитель карающий за вину отцов детей до третьего и четвертого поколения тех кто ненавидит меня и творящий милость на тысячи поколениям любящий меня и соблюдающим заповеди мои то есть творится сильный милость на тысячи поколений если взять минимальное множество число тысяч это это 2000 то как минимум на 2000 поколений он творит нам добро то есть еще заслуги праотцов наших а врага маяцхака якова нам еще засчитывается еще не прошло 2000 поколений а вот припоминают вину отцов и детям внукам третьего и четвертого поколения то есть если дети и внуки и правду и не грешат то никакие грехи отцов им не приписываются но бывает что дети нарушают какие-то заповеди и тогда им еще и упоминается вина их отцов и дедов и внуков вот то есть и дедов и прадедов и так страдаем страдаем мы больше чем тот кто у кого предки меньше грешили то есть бывает два человека делать одно и тоже дело нехорошее и один страдает больше другой меньше и возможно это у заслуги были у отцов у этого человека что он меньше страдает вот такие вещи но припоминает то есть не написано что помнит вину отцов нет припоминает только в том случае если мы сами решили вот так вот потом написано что не произноси имени бога в сильно твой попусту ибо не простит бог того кто произносит имя его попуста то есть если мы учим тору или молитву это одно дело а если мы просто говорим упоминаем имена всевышнего это ни в кое случае дело нельзя даже есть и мы говорим хотим сказать имя всевышнего мы не называем называем имя choix то есть это слова означает просто имя мы так и говорим о Вот так, если мы хотим сказать об этом. Потом написано, чти отца твою и мать твою, да вы продлились с дитвой на земле, которую Бог сиселит твой, дает тебе. То есть здесь заповедь говорит, что если человек соблюдает ее, то в этой жизни получает награду за хорошее отношение к родителям. Основные заповеди, мы не видим где награда, она будет в будущем мире, и мы ее в этом мире можем не увидеть. А вот за эту заповеди Всевышний дает и в этом мире награду, и в будущем мире, именно за почитание родителей. И надо знать, что нет истории такого, что почитай своих детей. То есть отношение детей к родителям, это очень серьезная вещь, и родители не обязаны почитать своих детей. А вот дети обязаны почитать своих родителей, хорошо относиться. Если мы смотрим другие заповеди, где пишется, «Бойся матери твоей и отца твоего», то здесь стоит сначала мать, потому что отец больше боится всегда отца. Поэтому Всевышний говорит «Бойся матери твоей», вот, в первую очередь. А чти, человек больше чтит свою мать, поэтому здесь чти отца твоего в первую очередь стоит. То есть наши мудрецы это замечают. «Помни день субботний, чтобы осветить его. Шесть дней работай и делай всю работу твою, ибо шесть дней творил Бог всесильный небо и землю, и почил день седьмой. Поэтому осветил Бог день субботний и осветил его». Вот заповедь субботы. Мы не имеем права работать в субботу. Всевышний создал мир за шесть дней, в седьмой день создал покой, и мы должны в этот день отдыхать. Работать в субботу мы не можем. Мы не можем ездить на машине, мы не можем готовить еду. Все для субботы должно быть приготовлено заранее. Здесь многочисленные законы. Есть специальные законы, называется «39 млоход», которые мы не можем делать в субботу. Это созидательная работа в основном. То есть если ты скажешь, что вот нельзя там тяжелую мебель передвинуть в субботу, или камни тяжелые, носители бревна. Нет, это ничего не запрещено. Ты ничего не созидаешь этой работой. А вот если ты справил какую-то табуретку, ты созидаешь, или сварил какой-то сук, ты созидаешь. Это запрещено делать в субботу. И к этим десяти заповедям отношение серьезное. То есть Всевышний говорит, что вы отвечаете жизнью за это. За дерзкое нарушение субботы человек может поплатиться жизнью. Потом написано не убивай. Не убивай невиновного. Так это надо понять. Потому что человек идет на войну. Как он будет не убивать? Он будет убивать, потому что это война. Или приговорил суд человека казни за какое-то преступление. То есть палач не виноват, он должен эту заповедь выполнять. То есть казнить должен преступника. Но если убить невиновного, это настоящее нарушение очень страшное. То самое большое наказание за эту заповедь не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. То есть в данном случае не имеется в виду имущество не кради. Это в другом месте эти заповеди идут. Где украл имущество, значит должен вернуть человеку вдвое больше. Сколько решит суд? Допустим, если украл там быка, там пять быков, а в суд четыре. Эти законы будем разбирать в главе Мишпатин. Дальше будет. А здесь именно украл человека с какой-то целью получить за него выкуп. Еще какая-то другая цель. За эту заповедь смертельное наказание идет. Не отзывайся об личности о ложном свидетельствах. Умеется в виду, человек пришел в суд и сказал, что я видел, как этот человек кого-то убил или что-то сделал в суде. То есть очень серьезная заповедь, тоже смертельная. Написано, что то, что он хотел сделать человеку, а этого не было, то его надо казнить, этого такого свидетеля. Не желай дома ближнего своего, не желай жены ближнего своего, ни раба его, ни рабынева, ни века его, ни ослаева, ничего, что у ближнего твоего. То есть зависть – это страшное дело. Из-за зависти человека могут убить и что угодно. Мы знаем, что как братья не выдержали, завидовали ему братья, и продали Иосифа. Продали Иосифа. Вот такое у нас известное событие в Торе, знаем, что такое зависть. От этого человек ничего не заработает, не получит. Надо стараться побеждать себе это чувство и радоваться тому, что всесильный нам дает. Вот так. И наш мудрец Гилель, благосоверной памяти, он говорит, что богат не тот, у кого много, а богат тот, кто рад тому, что он имеет. Рад своей доли. А на этом наш сегодняшний урок заканчиваем. Урок был дан за поднятие всех душ, которые мы всегда в списке читаем. Сейчас у меня на работе списка нет с собой. И здоровье всех людей, которые мы читаем. И всем желаю крепчайшего здоровья. И пусть закончится эта страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, у нас состоится у нас завтра в 15 часов. Шаллом.